Дорогое собрание, мы прочитаем 21 и 22 стихи из 27 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 27 глава, 21 и 22 стихи. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Варавву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, да будет распят. Жизнь нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа началась в Вифлеемском загоне для скота. Священное Писание говорит, что для пришедшего в мир Спасителя не нашлось места даже в гостинице. И Марии, когда она родила Иисуса, пришлось, спеленав его, положить в ясли для скота. И в целом жизнь нашего Господа здесь на земле, даже по человеческим меркам, была очень короткой. В основном все сходятся на том, что Иисус прожил 33 или 34 года здесь на земле. Ну, почему приходят к таким выводам? Потому что написано, что наш Господь, принимая крещение, был лет 30, а затем в Евангелиях описаны три раза, когда Иисус приходил в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он пришел вот в очередной последний раз, то, совершив с учениками сначала Ветхозаветную Пасху, ученики спросили, где велишь нам приготовить? Господь сказал им, как найти это место. Они приготовили, и вечером Иисус возлег с ними, и они вкушали эту Ветхозаветную Пасху, этого агонца, который напоминал всегда народу израильскому об освобождении из рабства. А затем Господь перед глазами своих учеников взял хлеб, преломил, раздал им и сказал, «Ешьте все, сие есть тело мое, за вас ломимое». А потом взял чашу, благословил и подал ученикам, и сказал, «Сие есть кровь моя, за вас проливаемая». И сия чаша – это новый завет, который я заключаю с вами в своей крови. Господь отдал жизнь свою за нас. Ну и, как я уже сказал, жизнь его была короткой, но очень насыщенной и плодотворной. За это небольшое время, которое Иисус совершал служение, начиная от крещения и до своего распятия, Иисус успел достаточно полно изложить учение Нового Завета. За это время Он смог доказать Свою божественность, совершив множество различных чудес, в том числе даже и воскрешение из мертвых. И это Господь делал для того, чтобы убедить людей и доказать им, что Он является Богом, пришедшим во плоти, что Он является Богом, потому что такие дела, которые совершал Иисус Христос, они под силу только Богу. И что еще очень важно, за это время Иисус своей святостью, чистотой своей жизни показал, что Он является вот тем единственным, единственным, который способен стать жертвой за грехи всего человечества. Потому что нужно было, чтобы жертва была абсолютно свята, чисто, безвинна. Когда мы читаем вот о пасхальном агонце в книге «Исход», то израильтяне должны были взять этого ягненка, привезти в свой дом, и в течение трех-четырех недель они наблюдали за ним, нет ли у этого агонца какого-то порока. Потому что жертва должна была быть беспорочна. И если вдруг по ошибке какой-то израильтянин взял в десятый день агонца с каким-то пороком, и на двенадцатый или тринадцатый день вдруг увидел, что у этого агонца есть какой-то недостаток, какой-то порок, то у него была еще возможность заменить его на хорошего, беспорочного агонца. Вот Иисус Христос, Он тоже, находясь на земле, Он дал возможность всем людям посмотреть на Него, на Его жизнь и убедиться, что Он тот беспорочный агнец, который пришел для того, чтобы стать жертвой за наши грехи. Еще в Евангелии от Иоанна, в первой главе мы читаем, что когда Иисус пришел на берег Иордана, где Иоанн Креститель совершал крещение, то Иоанн, увидев идущего к Нему Иисуса, показывает на Него людям и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Но эта жертва совершилась не тогда, не сразу. Потому что у кого-то могли бы возникнуть сомнения, а действительно ли тот агнец, а нет ли в нем какого-то порока. И Иисус в течение всей своей земной жизни показывал и убеждал людей, что Он действительно тот агнец, в котором нет никакого порока и никакого недостатка, для того, чтобы люди приняли Его. Но, к сожалению, мы читаем в Писании, что далеко не все люди, которые в то время жили, которые видели Иисуса Христа, которые слышали Его, пожелали принять Его как своего Спасителя. И вот я прочитал, и в этом тексте звучит такой вопрос, что когда наступили те события, о которых Иисус много раз говорил своим ученикам, что вот я иду в Иерусалим, и там я буду предан в руки человеков-грешников, и посмеются надо мной, и издеваться будут, и оплюют, и, наконец, убьют, и в третий день воскресну. И вот когда это время наступило, и Иисус взятый в Гефсиманском саду под стражу, уже и избитый, уже и израненный, Он стоит теперь перед Пилатом. И от Пилата, ну так и Пилат думал, и люди, которые привели Иисуса к Пилату, так думали, что вот от Пилата теперь зависит дальнейшая участь Иисуса Христа. Какое решение примет Пилат, так и будет. Но сам Господь понимал, что его жизнь, она не во власти Пилата. И Он даже Пилату так и говорил, ты считаешь, что ты имеешь власть распять меня, ты не имел бы этого, если бы не было это дано от Отца. То есть Иисус понимал, что Он идет по предназначению, Он идет по плану, определенному Небесным Отцом. Он исполняет волю Небесного Отца. То есть с Ним происходит то, что и должно произойти, то, для чего Он пришел на эту землю. Но Пилат считает, что у него такая большая власть, что все сейчас зависит от него. И когда народ требует от Пилата распятия, то Пилат, пользуясь обычаем, который существовал в то время в народе израильском, то есть даже не в народе израильском, а вот именно во взаимоотношениях римской власти и народа израильского, потому что в то время Израиль находился под оккупацией Римской империи. Они были одной из многочисленных колоний Римской империи. И вот сложился такой обычай, что перед праздником Пасхи особо тяжелых преступников, преступников, совершивших особо тяжелые преступления, до наступления праздника над ними совершали казнь. Но был такой обычай, что одного из этих преступников правитель, мол, отпустить, мог помиловать. И вот два преступника, о которых здесь идет речь по их понятиям, Иисус Христос, который, как мы сказали, не сделал никакого греха, и Варава, который был убийца, разбойник, грабитель, возмутитель в народе. И Пилат задает такой вопрос. Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они все требуют, чтобы он отпустил Вараву, и тогда Пилат задает такой вопрос. Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Друзья, но я сегодня не о Пилате хотел говорить. Пилат сделал свой выбор, Пилат принял решение, за последствия которого он несет и будет нести ответственность всю вечность. А я хотел, чтобы мы немножко перефразировали этот вопрос и чтобы каждый себе задал вопрос примерно так. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Я хочу еще несколько примеров привести из Священного Писания, как различные люди поступали, встретившись с Иисусом Христом, и какую занимали позицию. В Евангелии от Луки, в 19 главе, описано такое событие, когда к Иисусу Христу подходит молодой человек, но, видимо, этот человек получил уже большое наследство от своих родителей, потому что сказано, что он был богатый человек, и он подходит к Иисусу Христу, он видит в Нем Учителя, и он даже называет Его Учитель Благий, и он задает такой вопрос, «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Кажется, какое хорошее положение, какое хорошее начало. Сейчас он услышит от Иисуса Христа, что нужно сделать, пойдет и сделает это, и будет иметь жизнь вечную. Но, написано, когда он услышал о том, что нужно сделать, что сказал ему Иисус Христос, он с печалью отошел от Господа. Он не согласился сделать то, что сказал ему Иисус Христос. А что сказал Христос? Он сказал, «Пойди, все, что имеешь, продай, вот имение твое, наследство твое, полученное тобой, пойди продай, и все, что получишь с продажи этого имения, раздай нищим, и приходи, и следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную». Еще один пример, который хочу привести, это один из 12 учеников Иисуса Христа. О котором впоследствии апостол Петр скажет, что он удостоился принять жребий этого служения, что он был один из нас, но возлюбил корость, возлюбил мзду, и это привело его к тому, что он сделался предателем. Это Иуда Искариот, один из 12 учеников Иисуса Христа. Если о богатом юноше сказано, что он просто отошел с печалью, то Иуда сделался предателем. Но это не сразу произошло. Написано, что сначала он стал вором, а еще перед этим просто в его сердце появилась любовь к деньгам, желание обогащаться, и поэтому я вспоминаю место из первого послания Тимофея, из 6 главы, где апостол Павел говорит, что сребролюбие – это корень всех зол. И у одного, и у другого была одна и та же причина – любовь к богатству, любовь к серебру. И у Иуды это привело к тому, что он, будучи учеником Иисуса Христа, видя, что совершает Христос, слыша, что говорит Иисус Христос, он в итоге все-таки принимает решение предать Христа. Это тоже ответ на вопрос, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом. В Писании написано, что некоторые отвергаются искупившего их Господа, а некоторых сказано, что они попирают Сына Божия и не почитают за святыню кровь завета, которую освящены. То есть, о чем здесь идет речь? Иногда бывает так, что человек слышит, находясь где-то в собрании или встретившись с кем-то из верующих, и ему рассказывают о Христе, что Христос за тебя пролил кровь, Христос стал жертвой за тебя, только в крови Иисуса Христа для тебя спасение. Человек слушает это, и, как написано в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, некоторые люди, слушая слова Иисуса Христа, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? И кто-то говорит, что Христос? Его кровь? Его страдания на Голгофе? Да нет, не может быть. Спасение? Я сам должен заработать спасение? Я сам должен заслужить? Какой Христос? Какая там кровь пролитая на Голгофе? Это было так давно? Да и было ли это на самом деле? И таким образом отвергаются искупившего их Господа. Друзья, ну, о Пилате мы уже прочитали, да? Он задает этот вопрос, что же я сделаю со Христом, с Иисусом, называемым Христом? И люди кричат, да будет распят. И написано, у Пилата была какая-то борьба. Но, будучи римским гражданином, и, причем, занимая довольно высокую должность в государстве римском, он понимал, что невинного человека отдать на смертную казнь, это даже с его стороны преступление. И если это обнаружится, то он даже может понести за это ответственность и лишиться своей должности. Нельзя человека отдавать на смерть, если он невиновен. Пилат это понимал, и он пытался защитить, но в то же время перед Пилатом встала и другая опасность. Они говорят, если ты не отдашь его на распятие, то мы Кесарю на тебя пожалуемся. И вот он, будем говорить, что он возмущает народ против Кесаря, против римской власти, а ты встал на его сторону. И написано, Пилат решил поступить по прошению их. И отдает приказ на распятие Иисуса Христа. Он сделал свой выбор. Друзья, там есть люди многие, о которых не написано ни имен их, ни званий их, но они тоже какую-то позицию по отношению ко Христу заняли. Привели Христа на Голгофу, положили этот деревянный крест, две доски или два бревна, что уж там было, этот грубый крест, и ложат на него Иисуса Христа. И вот кто-то берет в свои руки молоток, кто-то берет гвозди и забивает ему в руки. Это тоже ответ на вопрос, что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом. Ведь кто-то это делал. И перед ним ведь тоже стоял вопрос, делать это или не делать. Но глядя на Иисуса Христа, мне кажется, любому человеку было понятно, что он не заслуживает к себе такого отношения. Любому человеку было понятно, что это не преступник, это не злодей, это не тот, который достоин того, чтобы в его руки и ноги забивать гвозди, и чтобы потом поднять этот крест, чтобы он в тяжелейших мучениях умер. Но кто-то принимает такое решение, я буду это делать. Возможно, считая, что для него приказ это более важно, чем голос его совести, который говорит, что это же безвинный человек, это же абсолютно святой, это тот, который не сделал никакого зла, ты только посмотри в его глаза, и ты убедишься в его невиновности. Послушай, посмотри, как он себя ведет, и ты поймешь, что это не преступник и не разбойник. Но кто-то считает, ну у меня же приказ, я военный человек, я должен подчиняться, и поэтому он берет молоток и гвозди и забивает в руки Иисуса Христа. А кто-то при этом смотрит на все это и смеется, и издевается над Христом. А кто-то просто остается равнодушным. Равнодушие – это тоже очень страшное состояние. Когда ты слышишь весть об Иисусе Христе, и если сердце твое остается равнодушным, если оно не сжимается от боли, видя и слыша о страданиях Иисуса Христа, если ты остаешься равнодушным, это тоже очень страшное и опасное состояние. Если ты еще не раскаялся перед Богом и не попросил у Него прощения, и живешь во грехах, и при этом остаешься равнодушным, слыша о том, что именно за тебя пострадал Иисус Христос, это очень опасное состояние. И те, которые на Голгофе, они, может быть, тоже думали, а я же ничего плохого не делаю. Я гвозди в руки не забиваю, крест не поднимаю, я даже не смеюсь над ним, как другие. Я просто постоял, посмотрел, повернулся и ушел. Но это тоже очень опасное состояние. Встретившись со Христом, нужно принимать какое-то решение. Встретившись со Христом, ты не можешь остаться таким, как ты был прежде. Слыша что-то о Христе, узнав что-то о Христе, что Он стал жертвой за твои грехи, ты не можешь оставаться таким, как был до этого. Ты должен принять какое-то решение, как должен был принять это решение Пилат, как должны были принять многие другие люди. Но, слава Богу, что в Писании оставлено много примеров, многих людей, которые, встретив Иисуса Христа, и задавшись этим вопросом, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом, приняли очень правильное решение. Например, об апостолах сказано так. Это слова самих апостолов. Это апостол Петр сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? То есть, Петр, Иоанн, Иаков, Матфей, Варфоломей, Фома, другие, когда-то у них тоже произошла встреча со Христом. Или когда-то, как к апостолу Петру, приходит его брат Андрей и говорит, мы нашли того, который Мессия, пойдем посмотрим. И у Петра вопрос, может быть, сказать, отстань, мне сейчас не до тебя, я целую ночь ловил рыбу, мне нужно отдохнуть, потому что в следующую ночь мне опять идти в море на рыбалку, потому что этим живу я и этим живет моя семья. Но, услышав, что появился Мессия, он принимает правильное решение, оставляет все и идет ко Христу. И, встретившись со Христом, он принимает решение следовать за Ним, стать Его учеником. Он говорит, мы оставили все и последовали за Ним. Апостол Павел, это еще более удивительный пример, он говорит в послании филиппийцам, что если кто-то другой мог бы чем-то хвалиться, то у него поводов для того, чтобы похвалиться было гораздо больше. И он там перечисляет, евреи от евреев, из колена Вениаминова, по учению фарисеетам и много других заслуг, получивший самое лучшее образование того времени, у ног, самого лучшего учителя того времени, Гамалиила, человек, имеющий такие блестящие перспективы, чтобы сделать отличную карьеру в народе израильском, чтобы занять высокое положение. Но апостол Павел говорит о себе, что, встретившись со Христом, он принял решение от всего отказаться. Он так и говорит в этом послании филиппийцам, что для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Еще один человек, о котором говорит Писание, это Варнава, один из апостолов, один из служителей Иерусалимской Церкви. Он продает все свое имение, приносит и складывает у ног апостолов для того, чтобы это разделить бедным и нуждающимся. Такое сравнение, да? Богатый юноша, который именно от самого Господа, из уст самого Христа услышал это, что для того, чтобы иметь жизнь вечную, тебе нужно пойти и продать имение и все раздать нищим. Он принимает решение не делать этого и с печалью отходит от Христа. Варнава, которому никто не говорит, пойди продай свое имение и принеси, чтобы раздать нищим, он сам по влечению Духа для Господа делает это. Стефан ради Господа отдает жизнь. Да и не только Стефан, множество еще людей, и апостол Иаков, который тоже один из двенадцати, которого Ирод обезглавил мечом и многие другие, они ради Господа, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Если жизнь надо для Господа отдать, жизнь отдам. Если в тюрьму ради Господа нужно пойти, в тюрьму пойду. Друзья, сегодня тем, кто приходит ко Христу и хочет иметь жизнь вечную, Господь тоже что-то может сказать. Как Он тогда сказал богатому юношу, юноше, пойди продай имение твое и раздай нищим, сегодня, если ты хочешь иметь жизнь вечную и придешь ко Христу, Он тебе тоже что-то скажет, что нужно сделать. Может быть, оставить мирскую музыку, может быть, поменять свою речь, может быть, поменять свой внешний вид, может быть, поменять свое поведение, может быть, поменять свое отношение к Священному Писанию. Много что может Господь сказать. Может быть, поменять отношение к телефону, к интернету, еще к чему-то. И если ты послушаешься, будешь иметь жизнь вечную. Но если поступишь, как богатый юноша, с печалью отойдешь и не будешь иметь радости ни в этой жизни, и в вечности не будешь иметь жизни вечной. Ну, хорошие примеры, на которые мы посмотрели, как поступили многие люди. Пусть для нас это послужит хорошим примером, чтобы и нам тоже, когда Господь что-то нам говорит или когда Господь к чему-то призывает, чтобы принимать правильное решение. Иисус, как говорит Священное Писание, это камень избранный, драгоценный в очах Божьих. Апостол Петр говорит, это камень, который отвергли строители, но который для нас спасенных, верующих, является драгоценностью. Вот сейчас каждый задумается, пусть, о том, кем для меня является Иисус Христос. Увидел ли я Его ценность? Избрал ли я Его своим камнем спасения? Потому что Он Богом избранный для этого. Ну, а если ты еще не сделал этого, то есть такая хорошая возможность, чтобы сегодня обратиться к Иисусу Христу, для того, чтобы получить прощение грехов, для того, чтобы обрести с Ним мир. Сейчас у оркестра будет еще одно участие. Оно называется «Ненавязчиво и невластно». Это участие такого призывного характера. И, может быть, кто-то, находясь в собрании, понимает, что ему нужно поменять свое отношение к Иисусу Христу, принять Его, признать Его, склониться перед Ним, попросить у Него прощения, чтобы обрести с Ним мир. Может быть, кто-то понимает, что до этого было неправильное отношение к Иисусу Христу. То есть время это все исправить и поменять. Поэтому во время, пока оркестр будет исполнять это произведение, ненавязчиво и невластно, заглядывайте в свои сердца, прислушивайтесь, что говорит вам Господь. И если Господь побуждает вас сегодня в молитве покаяния с Богом примириться, принять Его как своего Спасителя, если для вас этот вопрос актуальный, и вы на него еще не ответили, что я сделаю с Иисусом, то сегодня время сказать, я хочу, чтобы Иисус стал моим Спасителем, и чтобы Он был Господом в моей жизни, чтобы вся моя жизнь была Ему посвящена. Да благословит Господь принять это правильное решение и сделать. Как о блудном сыне сказано, Он пришел в себя и сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу. И немножко дальше написано, что Он встал и пошел, и, встретившись с отцом, сказал, отче, прости меня, ибо я согрешил и недостоин. Да благословит Господь принять правильное решение и исполнить его в жизни. Во время, пока оркестр будет играть, можно проходить вперед, склонять колени, или в конце, когда это произведение будет заканчиваться. Музыканты, тоже можете не смущаться, закончив играть это произведение. Если и в ваших сердцах Господь работает, тоже можете, оставив свой инструмент, выйти, склониться и тоже попросить у Господа прощения. Да благословит каждого в этом Господь. Аминь. Аминь.